когда нужна грубая мужская сила а в доме только подросток 15 лет который спит обитает только ночью а утром не утром а потом полдня спит один только способ поднять его с кровати подъем ты мне нужен давай 10 секунд чтоб ты встал ты мне нужен 10 9 8 7 6 5 4 3 2 программа зависла доброе утро встать на все давай подъем вставай до 2 часов ночи мы не спим утром не можем встать каникулы так это уже дубль 3 поднять его слышишь вставай страна огромная вставай понедельник какие планы мы сейчас идем с альбертом студия потому что нужно помочь в переезде с одного места на другое я уже говорила про то что у нас в студии переезжает и вот этот сегодняшний день 1 июля вот время полдевятого утра мы сейчас девяти часам идем туда помогаем все переносим оборудование расставляем моем если этого требует ситуация и и домой вечером две тренировки детская взрослая ну я думаю что на детскую человек 5 наверное будет но взрослую дай бог человека 3 придет двое я знаю точно придут сто процентов это все таки летом всегда мало ходит народа хотя в прошлом году было даже такое что если был дождь на улице у меня был полный зал вообще все начинаем потихонечку вливаться в обычную жизнь продолжаем отдыхать но в то же время потихонечку вливаемся в обычный рабочий график как это говорят в детском саду сначала на два часа потом три часа потом до обеда у меня в этот раз получилось начало я тренировки начинаю вести потихонечку и потом уже выхожу в садик кстати сегодня было сложно по восьмого учитывая то что мы спим долго все погнали в понедельник на улице тепло к вечеру обещаю 25 градусов на 40 процентов вероятности дождя ласточки летают низко-низко я люблю когда они вот здесь летают в этом пространстве мне нравится сидеть диванчики кофе пить здесь и наблюдать за ними и кому-то еще это нравится кого ты там увидела короче мы сейчас идем и понимаем что сегодня 1 июля и ровно месяц назад мы уехали в самару ой как красиво тут какие красивые поставили клумбы с цветами а цветы-то искусственное было бы конечно прикольно если бы они были живые месяц понимаете же месяц прошел мы дольше собирались дольше ждали этого момента сидели на ж.д. вокзале отдыхали на всю катушку как говорится и и уже ровно месяц блин чё так быстро время летит я ничего не понимаю куда она летит самое главное ну что последний раз я иду этой дорогой этой дорога последний больше я сюда в это здание ходить не буду переезжаем уже все носят в смысле рано ведь еще вот такая чуть-чуть кровь-печалька у нас тут сейчас я покажу да не нормально все новое место новые возможности эх с одной стороны жалко часики все часики остановились в этом в этом здании часики остановились в этом здании частики остановились в этом здании все перетаскали что-то потёрли помыли расставили но я честно рада я честно рада что я вернулась туда откуда я начинала у меня как это дежавю сегодня класс альберт погода меняется погода меняется со скоростью раз в полдня мне кажется побежали далеко бежать пока добежим как раз перестанет светофор позавчера позавчера еще был ливень плюс 12 сегодня уже наверное градусов 25 вчера было 20 сегодня 25 ну жарко в костюмах жарко что-то такое Артем тут делает да стиша что Артем делает о чем вот она думает интересно смотрит ведь внимательно так как будто понимает умняшечка а вот теперь погнали на тренировки два часа детская взрослая детский фитнес и степ и да мой путь в студию стал на 3,5 минуты длиннее я бы могла в принципе ходить тем же путем что ходила и раньше там буквально вот три минутки и от одного здания до другого недалеко я думаю что я домой обратно буду ходить тем путем вот но все что не делается все так как надо переехали мы более просторное помещение более светло более комфортно так что ура иду в этом черном костюме любимом любимом одновременно нелюбимом потому что на нем вся кошачья шерсть видна и не чистится ничем так что мне очень нравится чуть-чуть расстроилась две тренировки отвела к кайфам который хотела получить не получила может быть из-за того что не могла собрать детей сегодня дети месяц они занимались немножко разболтаны и взрослых детей было достаточно взрослых было всего трое и мне уже не хватает вот той самой энергетики которая царит зале когда девять человек десять вот немножко расстроилась то что пришло всего три человека хотя в чате писали что многие писали радовались что наконец-то я начинаю вести тренировки там ура я думала сегодня будет больше чем пришло я думала хотя бы человек шесть и расстроилась и это до стороны на другой стороны вот и есть у нас там тренер у меня всегда полный зал народу независимо от времени года или мои такие ленивые или я какая-то не такая ладно кусочек тренировки вставлю взрослым детей снимать не встала потому что была новенькая девочка она была вместе с мамой короче говоря как то все так получилось не так как я хотела вот ладно все будет хорошо я свалюсь немножко дети вольются взрослым и все будет нормально проснуться наделать окрошки и пообедать окрошкой а это просто блаженство какое-то вкусняшка наше любимое блюдо и и и и 42-й. Сильно оверсайз. Так-то прикольно смотрится, но сильно оверсайз. Прям большой. Жалко. Очень жалко. Вот этот 40-42. Но мне штаны очень длинные. Опять укорачивать надо. И он мне хорошо. Мне нравится. Пока крутилась, стояла. Поняла, что мне вот это туго. Прям и комфортно. В шее не комфортно. Дышать нечем. А так классно вообще. Погода такая непонятная. Все небо затянуто тучами, то ли тучами, то ли облаками. Вроде бы хочется куда-то рвануть подальше, уехать. Рыжик лежит. Рыжик. Как-то тепло. Вообще очень тепло на улице. Но вот так вот сядешь на велосипед, поедешь далеко и все. Домой приедешь, весь до трусов мокрый. Че? Ничего? Я забрала только одну коробочку. Костюмы не стала брать. Ладно. Надо по размеру все-таки брать, а не наугад. Не то чтобы я говорю про костюмы наугад. Я почему-то вот беру 42-й взрослый, он мне всегда большой. Хотя мне кажется, я поправилась. Да я и по весам вижу, что у меня плюс 2 килограмма, даже с половиной. Вот. По объемам, по своим. Так вот визуально. Блин, все небо затянуто. Беру 40-й. Он немножко в талии, в попе узковат. 42-й большой. Детский. Только приходится каждый раз искать детские костюмы, которые идут на Ростовку 158. Вот этот костюм на мне. Это не взрослый костюм шорта с пиджаком. Это детский, подростковый, 158. Идеально на меня сел. Короче говоря, не судьба мне, видимо, покупать костюмы взрослые. Хорошо, что сейчас шьют все-таки на детей, как на взрослых. Хоть взрослые коротконожки могут себе подобрать одежду более-менее. Альберт сейчас пошутил. Я взяла тесто, чтобы сделать типа синабоны вот эти, как в прошлый раз делала. Оно застывшее, замороженное. Разверни его, а то скажет реклама. Оно застывшее вообще, ледяное. Альберт говорит, мы, видимо, гулять будем, пока тесто не растает у нас. Что ты подсела рядом со мной? Ну давай, покажи. Ты какое-то приключение Шурика. Как его звали? А, это не важно. Сейчас покажу, какую штучку я купила. Давно уже думала про такую вещь, что надо. Потому что постоянно снимаю колечки, бросаю их. Ну, не где попало, но просто на полочку. Кладу на полочку, они просто лежат. О, кайф для моей нервной системы. Ладно. Вот такую маленькую-маленькую миниатюрную ручку для колечек. Честно говоря, я думала, что она придет в таком состоянии. Не в очень презентабельном. Потому что я читала отзывы, смотрела. А я же как это вечно рискую. И при наличии плохих отзывов, я все равно бы частенько беру какой-нибудь товар. И много отзывов было, где были эти сломаны пальчики или отклеена подставочка. И совсем-совсем мало отзывов было, где прям люди вообще восторгались ей. Мне нравится. Такая нежная она вообще. Такая нежная. Маленькая. Пробуем колечки на нее. Так. Мою обновочку. О, очень даже симпатично на ночь вот так вот снять. Тема, уйди из кадра. Смотри, какая прелесть. Все, и колечки не будут валяться, как попало. У тебя же их и так было три. Три? Нет, у тебя же раньше три было. Ну и что? Девчонки, да. Нету? А куда делать? Я его сдала. Сейчас можно на обмен делать. Красиво? Угу. Красиво и нежненько. Прелесть. Так. Ну что ты. Они у меня всегда лежали вот здесь, на этой полочке. Я просто снимала их сюда, ложила и все, и уходила. Теперь будет вот так. Замечательно. Это пояс от этого, от брюк. Не пояс, это так, украшение от брюк. Мне нравится. Хотя бы не будут просто валяться. Я хочу показать, какие у меня получились булки из того самого теста, которое Альберт нес в руках. Обалдеть! Я взяла, в принципе, дешевое тесто, и вот они вот такие получились. Но еще доходят, еще не дошли до конца. Это там начинка ветчина, а вторая начинка там варенье. Вот. В прошлый раз брала тесто, но совсем по-другому повело себя. В прошлый раз мне не понравилось. А это вот дешевое тесто и хорошее. Я вышла погулять. Одна. Представляете? Одна! Альберт ушел к отцу. Артему предложила. Артему говорит, иди одна. Я, говорит, сегодня уже нагулялся. Он все по работе. То медосмотр проходит, то еще что. Ну и хорошо, что пошла. Одна встретила девочку знакомую, которая родила недавно. Ляйку. Вот шли с ней, беседовали, общались. А вот здесь вот в этом месте не проходило уже месяц. Последний раз здесь шла с работы или на работу, я не помню. Смотрите, какие березы стали густые. Прям густые-густые. Шикарные вообще. Ох, тишина, покой. Тишина относительная, конечно, это все-таки город. Но все равно хорошо. Так птички поют, тепло. У меня еще две недели отпуска. И уже кажется, что так мало. Уже кажется, что, блин, совсем скоро на работу. Нет, надо уже работать, надо денежки зарабатывать. Это я себя все уговариваю. В общем, я не выдержалась. Иногда можно. Мой сын решил меня бросить. Да, поехать. Он сказал, я съезжаю, мама, все. До свидания. Нет, собирают вещи. Надоела я ему. За время отпуска я ему не даю спать. Я ему не даю есть столько, сколько ему хочется. Я не даю ему в телефоне сидеть столько, сколько ему хочется. Поэтому он сидит, собирает грустно вещи. Шесть пар хватит, да? Шесть пар носок берешь? Ой, раз, два. Носки, трусы собирает. Фимодан достал. На самом деле он собирается в деревню. Он каждый год ездит в деревню, которая находится за Красноуфимском. У него там у бабушки дом. Бабушка ездит каждый год туда тоже на все лето. Артем ездил лет, наверное, до 16 туда. По месяцу там жил Альберт. Какая погода будет? Жарко будет Альберт. Пока вот ездит тоже, но ему еще 15. Не знаю, на следующий год поедет, нет. Ну, в этом году нагостится и скажет. Да? Ну, там от ситуации зависит всяких. От всяких ситуаций, да. А, у тебя же девятый год. Ой, девятый год. Девятый класс. Девятый год. Завтра жарко. Ты поедешь в чем? В белом? Да. А ты с собой. Так что завтра провожу его, посажу на электричку, отправлю. И все. И уйду с головой в работу. Артем будет работать. Нет, я еще пока отдыхаю, конечно. Я еще хочу послезавтра в океанариум сесть. Возьми, дотаскай ее там. Само ставить? Ну, наверное, да. Нормально мне нет. Не знаю. Если холодно будет. Да, если холодно, чисто так, одеть ее. Не убитягивается. Поближе ее. И что ты там сидишь? Что за намек? А? Что за намек? Рано еще? Вы недавно ели? Вот откуда ты знаешь, и что ты понимаешь, что именно там твоя еда? Ольга. Ольга. Ага. Спасибо.